2017 год объявлен Годом науки. Несомненно, он будет насыщен мероприятиями, направленными на укрепление взаимодействия с экономикой, инновационной сферой, социальной сферой. Ну и, конечно же, на развитие международного сотрудничества и поддержку молодых ученых. Это как минимум. Какой уже научный потенциал нашего региона и что следует ожидать от него в ближайшее время? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Точка зрения». Здравствуйте. На диалог со мной любезно согласились Андрей Васильевич Сытько, заместитель директора Брестского научно-технологического парка, и Дмитрий Георгиевич Макарук, начальник научно-исследовательской части Брестского государственного технического университета. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире 21-55-65. Если есть о чем сказать, есть о чем спросить, звоните, но не откладывайте звонок на последние минуты эфира. Итак, научный потенциал, интеллектуальный потенциал нашего региона. В чем он заключается и каков он относительно старшего и младшего поколения? Наверное, начну я. Все-таки научный потенциал – это больше про науку, про образование. И можно сказать, что все-таки Брестская область, она всегда была интеллектуально полной. То есть достаточно много и университетов на текущий момент, и других научных учреждений и организаций, которые опыт от старшего поколения передают младшему поколению. И я могу сказать, что на текущий момент достаточно много ученых старшего возраста, среднего возраста, и потихоньку подтягиваются молодежь. И в данном случае могу сказать, что этот потенциал, он применяется очень активно в экономике. И зачастую есть очень большой спрос со стороны экономики, в том числе от такого, скажем так, участника инновационного процесса, как технологический парк, если конкретно Брестский научно-технологический парк, который является нашими очень активными партнерами. Ну, если я добавлю, Брестский научно-технологический парк – предприятие «Молодое», в отличие от университета, который существует у нас в Республике Беларусь, в городе Бресте. С 2012 года мы только начали функционировать, создавать материально-техническую базу. Это на площадях нашего замечательного завода, потому что это тоже кузница кадров, практических специалистов, высококвалифицированных. Это Брестский электромеханический завод. Вот на его площадях, на бывшем корпусе, 16-м корпусе этого предприятия, начал возрождаться такой Брестский научно-технологический парк. Что это такое? Субъект инновационной инфраструктуры. Сегодня, в 2016 году, в феврале месяце, мы въехали в восьмиэтажное здание АБК. Въехали уже с резидентами, которые пришли к нам, мы не афишировали, но, тем не менее, вот про потенциал, который вы хотели, вот вы задали вопрос, это я его вижу и стар, и млад. То есть у нас предприятия резиденты, как молодые только вышли из высших учебных заведений, специалисты и создали юридическое лицо, либо индивидуальные предприниматели, так и уже обремененные опытом, научным опытом, практическим, профессиональным, пришедшие предприятия и занимаются в области, занимаются инновационной деятельностью. Поэтому все возраста. Но вот о молодежи все-таки, как вы можете оценить в этом отношении? Насколько они перспективны? Ой, молодежь, они вообще молодцы. Креативные, идеи, идеи хороши, конечно, качество надо, чтобы еще было этих идей. А, все-таки качество хромает. Да, потому что, ну… Ну, неопытность, наверное, сказывается в какой-то степени. Сказывается, да, безусловно, потому что нет практического опыта, нет… Да, есть базисы, есть теоретические основы, которые приобрели, допустим, в учебных заведениях. Да, но все-таки нужно понимать, что жизнь реалий – это всегда намного интереснее и сложнее. Качество хромает – это не камень в Вашем городе? Нет, я думаю, это не камень. Учебных заведений. Потому что заниматься инновационным бизнесом, на самом деле вообще заниматься бизнесом – это, в общем-то, зачастую и знание, и искусство все вместе. И я, допустим, хотел добавить Андрея Васильевича, что есть у меня молодые люди, которые фонтанируют идеями, их приходится иногда приземлять. Потому что, ну, на землю опускают, потому что иногда из рода фантастики ты понимаешь, что с их текущими знаниями, с их текущими способностями и опытами они их не реализуют. Поэтому необходимо набраться опыта на чем-то более простом и переходить к более сложным вещам. Хотя бывают, конечно, исключения. То есть вполне возможно у нас где-нибудь тоже растет в университете свой Стив Джобс, либо еще что-нибудь более серьезное. Но все равно эти идеи имеют место быть, да? И в перспективе могут быть реализованы. Я всегда ребятам советую, заводите блокнотик и вписывайте свои идеи, которые вы считаете сейчас, ну, по каким-то причинам нереализуемы. Просто откладывайте, думайте, а не еще добавляйте какую-то информацию. То есть это всегда копилка, которую они смогут раскрыть и достать идею в любой момент. А в каком направлении сегодня ведутся научные разработки и чем они продиктованы? Ну, скажем так, факторов научных разработок, то есть причин, почему они у нас ведутся, довольно много. Первое, наверное, самое-таки традиционное, это специфика университета, сложившаяся в советских времен. То есть изначально все-таки это был Брестский инженерно-строительный институт. И ключевыми разработками являлись разработки в сфере строительства. И на самом деле эти разработки до сих пор востребованы. Все-таки пласт старшего поколения, опять же, есть кафедры, которые активно работают с молодежью. И молодежь показывает в последнее время тоже хорошие достижения, успехи. Оно все равно развивается. На текущий момент одна из разработок университета является участником государственной премии по науке 2016 года. Но мы как раз находимся на завершающем этапе, когда выбирается победитель, то есть кто получит эту госпремию. И мы думаем, что до конца этого месяца мы узнаем. Но это, скажем так, старшее поколение. Есть направления, которые интересуют молодежь. Естественно, это модные сейчас IT-направления информационной технологии. И университет известен не только, скажем так, в Беларуси, но и за пределами очень сильной школой искусственного интеллекта и робототехники. То есть это те ребята, которые думают на будущее, которые стремятся быть интересными не только в рамках локальных интересов наших белорусских. Они, в принципе, очень востребованы сейчас во всем мире. Потому что такие направления, как Big Data, то есть это большие данные, как искусственный интеллект, обработка данных, которые невозможно обработать обыкновенными математическими способами, она сейчас развивается очень динамично. И ребята на текущий момент действительно достигли очень интересных таких значимых результатов. То есть наши робототехники в ближайшее время планируют участвовать в чемпионате мира по робототехнике. До этого они уже выиграли второе место в СНГ, первое место в Беларуси. Они уже один раз участвовали в чемпионате мира в Бразилии. А сейчас планируют в Арабские Эмираты ехать, попытаться улучшить тот результат, что они достигли первично. А другие, допустим, наши наработки, это уже непосредственно работа с экономикой. То есть мы анализируем данные, которые предоставляют предприятия и решаем их проблемы. И такие проблемы с каждым годом все больше и больше. Вы упоминали, хотели дополнить? Да, я могу дополнить, даже вот практически поддержать коллегу, потому что я перед эфиром смотрел, нас 27 резидентов и какие же виды деятельности на самом деле они заявили, либо осуществляют, либо планируют осуществлять. Так вот, из 27, 10 предприятий именно в области IT. Это различные. И программные продукты, значит, создают. И автоматизация каких-то процессов. Тот же интеллектуальный с робототехникой связан. Может быть, действительно есть такое сейчас, это востребовано. Видимо, экономике это нужно и не только нашей, да. Эти процессы, ну, естественные. И вот наши, это примерно 40% примерно резидентов, которые занимаются в этой области IT-сфере. Для этого, и Дмитрий Николаевич говорит, что в области робототехники, да, интерес проявляют. И мы вот тоже думали, площади есть, площади позволяют, что бы сделать для таких вот, такого направления. И сегодня вот мы даже уже обсуждали этот вопрос сегодня даже, да, в облсполкоме. Создать лабораторию, лаборатория робототехники, центр аддитивного прототипирования. И тот же центр коллективного пользования оборудованием, как раз вот именно для молодых ребят, и не только, которые могут в этой области себя проявить и воспользоваться научным, высокотехнологичным оборудованием для того, чтобы дальше творить в этой области. Ну, вот, коль вы уже начали, ваши возможности, вашего технопарка вообще. Вот вы немножко рассказали, это все, или все-таки есть что-то еще, какие-то направления деятельности, и в будущем, в перспективе, как планируете развиваться? Ну, значит, повторюсь, что... Что такое вообще технопарк? Да, что такое технопарк? Потому что, да, мы уже говорили, что бытует ошибочное мнение, да, у некоторых? Да, вот сегодня, да, мы обсуждали этот вопрос, что научно-технологический парк, что это такое, да? Это субъект инновационной инфраструктуры. Действуем в рамках законодательства, да, где прописано, что технопарк должен осуществлять, оказывать содействие инновационному предпринимательству, системно его поддерживать, значит, и именно стать точкой притяжения именно этих инновационных идей резидентов технопарка. То есть не мы созидаем, может быть, эти инновации, но мы создаем инфраструктуру для предприятий, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются инновационной деятельностью. Ну, как говорится, да, холить или леять надо, и взращивать, создать условия. Это и работа, связанная по созданию производств высокотехнологичных, да, это и помощь и оказание содействия во внешне экономической деятельности, тот же экспорт продукции, которую они будут на площадях технопарка создавать и продвигать ее, да. То есть большей частью нашей, вот так же общаясь, резиденты технопарка, мы как маленькие дети, да, их надо действительно холить или леять, потому что им не хватает менеджмента. Действительно говоря, инкубатор, да. Не хватает, да. У нас, кстати, второе направление, это инкубатор поддержки малопредпринимательства. Тоже такой статус в экономике. Мы понимаем, что это неразрывно, нераздельно, когда эти функции нужно некий ассортинг первичных услуг предоставить. Ну, предприятие создается молодое. Как оно создается? Директор, бухгалтер, в лучшем случае бухгалтер. Может, и этого даже нет. Это если мы уже касаемся вот пошагово, как его взрастить. Значит, бухгалтерские услуги нужны, нужны. Юридическая помощь нужна точно так же. Это в «Сигнопарке» можем. Есть специалисты, есть направление. Это все оказываем, поддерживаем. И менеджмент. Низкий очень менеджмент наших руководителей, наших… Есть проблема, да. Это есть проблема, когда двух слов даже связать не могут. И ты… Ну, в этом плане надо еще много учиться. Мы и вот с университетом проговаривали на 17-й год, в Год науки, создать эти… Ну, то есть план мероприятий по семинарам, проведению обучающих семинаров, конференций различных. Это у нас вот запланировано. Хорошо. Вот обучаете, да, направляете, помогаете. Что дальше? Они-то остаются или в свободное плавание уходят многие? Ну, условия для резидента… Самостоятельными объектами, такими субъектами. Понял. Для резидента технопарка, для того, чтобы им стать, нужно выполнить ряд условий. Значит, это быть… Ну, это опять же из законодательства нормы. Быть с численностью… Быть юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем с численностью до 100 человек. Осуществлять инновационную деятельность с использованием площадей научно-технологического парка. Ну, якобы условия три вроде бы несложные, но инновационная деятельность – это вопрос такой, который подвергается сомнению, критике. И нужно еще доказать, твоя ли деятельность инновационная. Ну, тем не менее, тоже есть свои критерии, свои есть формы защиты, отчетности. Поэтому, что… Какие коврижки? Есть для резидента технопарка, когда он стал этим резидентом. Это преференции. Налоговые преференции существуют. Арендные отношения, они складываются чуть ниже, чем на рынке. И то, скажем так, немаловажное, когда вот и упускают из вида, это быть в технопарке… Ну, вот на Западе это модно, это бренд. Это некие коврижки, некий вот статус, вот, ну, общаясь даже с коллегами из-за рубежа, я спрашиваю ребят, ну, там у них даже льгот нет, да? И вот они говорят, ну, вы знаете, я когда предлагаю свой программный продукт, вот с айтишниками, да? Я на две-три ступеньки выше, потому что у меня бренд технопарка, я еще какой-то ассоциации, еще где-то состою, да? А вот ребята, которые просто занимаются, ну, да, молодцы, у них продукт не хуже, одинаковый. Но они, к ним обращает внимание покупатель, потому что, да, это серьезная какая-то компания, находится в технопарке, это же не просто так, значит, есть какие-то у него для этого основания. А этим у нас почему-то стараются не пользоваться, либо забывают. Это тоже один из способов маркетинга, продвижения себя. Я хочу предложить, я, насколько знаю, у вас тесное взаимосотрудничество, да, происходит, и в том числе в области строительной, да? Я хочу предложить посмотреть небольшой видеоматериал с выставки, которая прошла буквально вот на прошлой неделе, где были представлены, представлена строительная продукция и обсуждались проблемы по ее продвижению, да? Пожалуйста. Брестский технопарк не первый раз становится площадкой для демонстрации продукции, налаживания контактов и обсуждения проблем. На этот раз к диалогу пригласили местных представителей строительной отрасли. Хотелось бы, чтобы наши производители Брестской области, Беларуси, имели приоритетную возможность продавать и продвигать свою продукцию через наши торговые сети. Этому и посвящено нынешнее совещание, и мы надеемся, что торговые сети и производители белорусской продукции найдут точки соприкосновения. Приборы технического оснащения, облицовочные материалы, топительные приборы, проектные решения. Свою продукцию презентовали 40 производителей, и, как оказалось, не со всеми новинками представители торговли знакомы. Возможность рассказать о них – еще одна цель в деловой встрече. Мы существуем около 16 лет, но некоторые виды продукции, которые мы выпускали недавно, эту информацию необходимо донести для потребителя, поэтому сегодня мы здесь. Выходят новые строительные материалы, новые формы. Мы видели сегодня несъемную палубку, которая может использоваться как в многоэтажном строительстве, так и в техническом строительстве, и в частном строительстве. Мы видели сегодня новые покрытия, половые покрытия, которые производятся. Мы видели и другие технические новинки, которые сегодня предложились на этой выставке. Не каждый может продвинуть себя, и малые предприятия не совсем для этого готовы. Поэтому основная цель – это познакомить производителей с потребителями данной продукции. Сегодня в Брестской области товарами для строительства торгуют 335 субъектов хозяйствования. Доля отечественной продукции – 60%. Заинтересованность продавцов в продвижении местных товаров есть, тем более конкурентноспособность высокая. Однако не все производители умеют о себе заявить. Соответствующим образом. Производители белорусские, даже Брестские, допустим, Брестской области, они активно в нашем магазине предоставлены. И мы, допустим, торгуем частью производителей не Брестской области. Тем же самым, допустим, да? Такой похожей продукции. Ну, тут надо сравнивать. Потому что по какой-то причине мы с кем-то работаем, да? Не с ними. Вот здесь вот как бы есть вопрос, как бы, ну, рассмотрение. Почему? Ну, отсюда я буду сейчас с этим разбираться, буду брать какие-то, ну, входные данные, их цены, какие-то условия поставки. Чтобы завоевать свою нишу в торговых сетях, производители активно начинают осваивать импортозамещающую продукцию. Отмечается оживленность малого и среднего бизнеса. Новые идеи внедряют в производство молодые бизнесмены. Для некоторых выставочная площадка Брестского технопарка стала стартовой и послужила хорошим импульсом к дальнейшему развитию. Поэтому подобную практику планируется продолжать. Следующая встреча состоится уже летом. Следующая встреча летом. Какая она будет? И вообще, что предстоит еще вот в плане выставочного? Для чего вообще такие выставки проводятся? Ну, для того, чтобы, я повторюсь, да, запланировали мы и проведение научно-практической конференции, и ряд выставок, ярмарок. Проводится столь целью, чтобы показать, должны показать свой товар лицом. Что на сегодняшний день должно волновать того же покупателя? То есть найти сильные и слабые стороны, потому что не всегда твой товар, может, когда ты считаешь, что он хорош и каким-то соответствует качествам, но со стороны надо мониторить. Это поиск тех же новых партнеров, клиентов, выход на какие-то другие рынки. Почему нет? Это нужно. И когда задаешься вопросом, всегда предлагаешь, ребята, участвуйте, директору, руководителю, учредителю. «Ой, зачем мне это надо? У меня есть партнеры, я с ними работаю, у меня пару контрактов с россиянами». Нет, на самом деле, сразу видно, какой подход. Ты должен множиться, синергетический эффект будет. Должно быть понимание, что там и там, и там. Может быть, тебе вольется какая-то другая идея, другое направление, и ты переключишься на что-то иное, более эффективное. Это надо. Это партнеры, это все-таки... Оживляет. Оживляет, да, безусловно. А не только же строительная продукция, в других тоже направлениях будете работать? А, вы имеете в виду... Да, в основном плане. Да, вот я там, к примеру, да? Это связано с конъюнктурой, то есть какой есть спрос, какие есть, так сказать, боль, проблема, то есть мы можем ее, значит, затрагивать и эти мероприятия проводить, обсуждать. Вы вот в плане строительного даже тесно сотрудничаете, да? Ваши разработки как-то... Вот как внедряются вообще? Как переходят на практический уровень? Много ли того, что перешло и уже как бы внедрено и используется активно? Ну, скажем так, не всегда разработки университетов внешне видны, то есть мы не всегда бываем на фасаде. Чаще всего мы бываем где-то, знаете, за фасадом, на втором, третьем уровне. Дело в том, что университет очень активно занимается практическим внедрением строительных разработок на базе испытательного центра и нескольких кафедр наших строительных. У нас испытательный центр сертифицированный, то есть мы проводим подборы материалов, формируем составы бетонов, производим испытания, делаем обследование, также проектируем. Ну, правда, у нас есть разработки, которые... Их уже больше... Ну, даже одна разработка, которая реализована более чем на 30 объектах. И на текущий момент, вот то, что я рассказывал, это разработка, выдвинутая на госпремию. Очень известный объект такой в Белоруссии, это амфитеатр Витебского базара, Славянский базар в Витебске. То есть это конструкция большая из металлических полых шаров. Она действительно очень интересна, чем, что она сильно экономит металл, существенно экономит металл при строительстве. Опять же, она компактна, ее легко перевозить, все на месте собирается, поднимается. Она же используется у нас в Минск-Арена. Это козырек и несколько спортивных внутризалов. Также она есть в Бресте. Ее брещане все видят в нашем парке 1 мая. Это летняя сцена открытая. Это водных видов спорта. И это наша Виктория, где наши любимые гонболисты играют. Поэтому, в принципе, таких разработок еще несколько есть. Причем некоторые из них действительно очень перспективные, а не передовые. Допустим, пустотообразователи для экономии монолитного, при монолитном строительстве. То есть она позволяет 20-30% сэкономить. В текущий момент наши брестские строительные организации проводят пилотные испытания, то есть насколько это будет для них интересно. И кроме этого, эта разработка, она вызвала интерес у зарубежных инвесторов. То есть мы сейчас работаем на несколько направлений, то есть как на внутренний рынок, так и на внешний рынок. И в принципе, если брать строительство, то есть на самом деле в регионе, не только в Брестском, но и в Гродницком, частично даже мы в Гомельске попадаем. И в последнее время мы активно, довольно агрессивно себя наведем на этом рынке. То есть мы выходим и в Минск, и в Витебск, и в Могилевскую область, куда ездят наши специалисты, оказывают услуги. Причем эти услуги не просто технические, а с учетом нашего научного потенциала. То есть мы даем действительно очень серьезные советы и рекомендации. Зачастую не все другие аналогичные, скажем так, институты, предприятия могут дать такие рекомендации, потому что у нас опыт существенно больше, и, скажем так, и наработок у нас больше, и технические решения, которые мы прилагаем, существуют, отличаются инновационностью не только в рамках белорусской практики, но и международной. Поэтому просто их не всегда видно, на самом деле, то, что мы делаем. И, кстати, последний объект, где мы сейчас активно участвуем, это наш театр «Лялик», который на улице Ленина, заканчивается сейчас его строительство, реконструкция. Там тоже видны наши конструктивные элементы, конструкции БРГТУ, и при проектировании, при разработке этого проекта участвовали также наши ученые-разработчики. Но все-таки я думаю, что главная цель всякой разработки это то, чтобы она оказалась полезной, была применена на практике. Вы в этом, в частности, я так понимаю, помогаете все-таки, да? Да. В этом продвижении. А что, насколько сегодня удается это делать, да? И что мешает, возможно? Вы знаете, да, идея хороша, но она же не всегда бывает выходной, экономически целесообразна. Вот трансфер технологий от идеи до коммерциализации – это такая пропасть, я просто простым языком говорю. То есть на начальных этапах это просчитать невозможно? Ну, это считается, потому что ведь для чего она… Идея родилась, да, но ее дальше надо… Значит, ее обговаривают, ее обсуждают, ее просчитывают, создается команда, дальше какие-то двигатели внешне подключаются, финансовые инструменты и многое-много чего другого. Но вот этот мостик между идеей и коммерциализацией, когда уже продукт будет серийно выпускаться, вот этот мостик как бы и призван одной из задач технопарка наладить. Очень сложная задача, она не всегда успешно получается и в других странах. У нас тоже есть свои слабые стороны, да. Я просто вот рад за один проект, который мы совместно с нашим резидентом реализовываем сегодня. Вот это просто, но тот пример, когда мы действительно оказали то содействие, ту помощь, это когда вот один из резидентов, кстати, выпускник нашего технического университета в области IT разработал замечательные программные продукты в области ЖКХ. И мы видим, что у него немножко не получается уже коммерциализировать, это связано и с законодательством, и влиянием, потому что область ЖКХ это сложная область, социальная, там надо аккуратно и осторожно быть, да, выверено. И мы подключились, мы начали реализовывать этот проект как технопарк совместно с ним. Да, есть что-то получается, что-то нет, сейчас нельзя сказать о результатах, но мне уже, я уже рад за то, что мы, по крайней мере, этот проект вступили вот с января этого года мы его запустили, первый раз, как первый класс, как говорится, да, шишки набиваем, но тем не менее я вижу потенциал, я вижу тот эффект, когда, если бы мы не вмешались, проект мог бы не реализоваться. Но все-таки, я так понимаю, что не так часто это происходит, да, как хотелось бы. Я могу добавить, что, в принципе, действительно Андрей Васильевич прав, что есть вещи, в которых у нас не хватает компетенции, у нас не хватает опыта. Если брать, допустим, университет, у нас действительно очень много ученых, но, к сожалению, у них нет опыта практической реализации зачастую. Либо есть опыт старый советский, либо есть опыт, но он связан, допустим, с государственными заказами, с государственным обеспечением. Что касается выхода на открытый конкурентный рынок, у нас не так много специалистов, которые владеют навыками по подготовке этого продукта на рынок. И на текущий момент, я считаю, допустим, своим долгом, своей обязанностью и моя команда, в принципе, этими занимается, это как раз выстраивание этой цепочки от науки к производству, к реализации. То есть, опять же, университет не является производственным предприятием. Университет является все-таки элементом научно-образовательной инфраструктуры. Наша задача подготовить идею, подготовить научный продукт и передать его дальнейшему производству. Каким образом? Да, там есть различные юридические формы, но наша задача все-таки сделать так, чтобы ученые занимались наукой. Это университетно получается лучше всего. А те, кто умеет готовить продукт к реализации, кто умеет организовать производство специфическое, то есть, это уже вопросы производственных предприятий, инновационных предприятий внедренческих. И на текущий момент я могу сказать, что молодое поколение подрастает, у которых есть какая-то коммерческая хватка, жилка, то есть, они готовы выходить на рынок. Им это интересно, у них это получается. И они этот разрыв как бы сократят, да? Я думаю, что да, они уже сокращают. Судя по тому, что происходит в Беларуси на фоне IT, на фоне некоторых других направлений, я могу сказать, что, допустим, то же самое ПВТ, оно сделало прорыв. То есть, о Беларуси начали говорить, как улидили в IT-сфере в Европе, даже не только в Европе. Хорошо. Ваша оценка. Сколько надо времени на то, чтобы нарастить такой богатый опыт, да, и работать по максимуму, в полную меру? Даже не скажу, что... Приносить пользу экономике, социуму. Сильный потенциал это человеческий ресурс. Он взращивается, понимаете, годами, его научить, создать, дать ему условия, можно создать, может быть, и быстро, но вложить те знания, тот высокопрофессионального человека взрастить, чтобы он мог созидать. Да, это... Ну, я не скажу... Там еще шишек понабивать надо. Так точно, да. Финансовые инструменты должны быть работать. Про инвестиции уже сколько сказано и говорится каждый год и на уровне правительства и прочее, прочее, это тоже очень важно. В комплексе это надо делать, да. Но нас радует то, что у нас получается, по крайней мере, да. Вот у технопарка, как мы видим, задачи, которые ставим, с властью их обсуждаем. Мы вообще открыты. Приходите, обсуждаем любые проблемы, да. Именно, ну, по нашей специфике, связанной с инновационными деятелями, с созданием предприятий в области получения финансовых инструментов. Это... Милости просим. И вот даже видно, что эфир, наверное, подходит к концу. Ни одного звонка. Ведь, да, с инновациями все-таки наши люди не знакомы. Больше социальные какие-то вопросы интересуют. Данут все-таки хотят. Я не думаю, что все-таки не знакомы. На самом деле, в последнее время в Бресте очень активно формируется экосреда предпринимательства, причем зачастую на базе инноваций. И интерес, потому что я хочу сказать, что технопарк в последнее время ожил. У них появилась толпа маленьких, ну, уже не совсем маленьких деток, подростков, которые посещают технопарк, чуть ли не каждый день, да, учатся в эти направления. То есть, это действительно сфера, которая, знаете как, это любое растение требует ухода. Но некоторые растения растут быстрее, некоторые медленнее. То есть, вегетативный период у всех очень отличается. И кому-то достаточно двух-трех лет, а кому-то, извиняюсь, всей жизни недостаточно. И кто-то там в 50-60 лет решит открыть все-таки инновационный какой-то стартап и заняться этим. Поэтому здесь это по-разному. Это разные инновации. То есть, если IT, да, здесь не требуется больших ресурсных вложений. То есть, вам нужен компьютер, вам нужен интернет, вам нужны работники. Если уже вы хотите сделать, допустим, новую белорусскую Теслу, ну, я боюсь, вам придется больше, чем компьютер и персонал. Придется искать специалистов в разных отраслях. Но Тесла тоже пройденный этап. Вполне возможно, у кого-то в голове сидит новая идея. Ему для этого потребуется еще 10-15 лет. Поэтому это вопрос, ну, скорее, не то, что непрогнозируемый. Здесь нужна поддержка как со стороны государства, родственников, друзей. Опять же, людей, у которых есть компетенции. То есть, это зависит от многих факторов. Ну, будем надеяться, что наши молодые ученые, на которые возлагаются эти надежды, оправдают их в ближайшей перспективе. И очень хотелось бы, чтобы все-таки на обсуждение уходило как можно меньше времени. на эту теорию, скажем так, все быстрее переходили к практике и к внедрению действительно вот таких вот очень важных и нужных для нас, для нашего общества, для нашего государства, для каждого из нас в отдельности идей. Огромное спасибо. Увы, увы, но мы вынуждены завершаться. И вам спасибо за то, что пригласили нас. Все, где было очень интересно. Не обо всем успели поговорить, но это лишь повод для очередной встречи. Да, вернусь к вам. Уважаемые телезрители, спасибо и вам, что были все это время вместе с нами. Жаль, что не было звонков. Будем надеяться, что в следующий раз они обязательно будут. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok